Двор инвалида первой группы Аббата-Отиньязова затоплен. Недавно построенный дом вот-вот рухнет. Откачивать воду никто не спешит, жалуется. Аксакал, села Куэркте. Каждый год одно и то же. Нас затапливает, но никому нет дела. Затапливает дома из-за канала. Он проходит через аул. Ирригационная система в частных руках. Хозяин укреплять канал даже не собирается. У соседей вода затопила дворы и подобралась вплотную к домам. Из-за этого фундамент осел, штукатурка осыпалась, стены трещат по швам. Из-за опасности обрушения дома большая семья вынуждена ютиться у родственников. У нас бедственное положение и целый букет болячек. Даже туберкулезом болеем. Сначала власти стали укреплять канал вдоль трассы. Но эту работу потом забросили. Говорят, из-за отсутствия финансирования. Единственный ФАП в селе, построенном два года назад, рядом с каналом, также затоплен. Из-за подпочвенных вод фасад и фундаменту принесён урон. Люди, живущие рядом с каналом, не знают, куда обратиться. Сельские акимы только разводят руками. Говорят, что у них нет техники. Канал находится в частных руках. Никак не можем на него воздействовать. Крестьянские хозяйства жаловались в районы областной акимат, прокуратур. Но результатов нет. Руководители Махтаральского района знают, если каналы не будут укреплены, а изношенная ирригационная система не отремонтирована, то ситуация с затоплением будет повторяться ежегодно. Сейчас мы проводим инвентаризацию ирригационных систем в районе. Много бесхозных. А насчёт села Коррепте мы отправим технику. Воду будут откачивать. По словам главного коммунальщика района, понятно, что и в этом, и в следующем году жителям не стоит надеяться на решение вопроса. Остаётся самим брать в руки лопаты и рыть, а рыки вдоль улиц и во дворах. Это единственное решение, говорят сельчане. Шанару Уразова, Амантай Ульбеков, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар». Амантай Ульбеков, Камила Сайфулина,